Докажем теорему Риммана о том, что если ряд сходится условно, то при надлежащей перестановке его членов можно получить любую сумму. Пусть ряд окатых сходится условно, тогда для любого х из расширенной числовой прямой существует ряд, ожитый с волной, полученный перестановкой членов исходного ряда, такой, что сумма этого нового ряда, ожитого с волной, равна х. То есть можно получить любую наперёд заданную сумму. Давайте докажем. Первый шаг доказательства. Из всех неотрицательных членов ряда окатых, взятых с сохранением порядка, Построим ряд или конечную сумму бэкатых. Если таких членов неотрицательных окатых оказалось конечное число, то будет конечная сумма. Если их бесконечное число, то будет ряд бэкатых. И аналогично из всех оставшихся отрицательных членов исходного ряда построим, ну, тоже взятых с сохранением порядка, конечно, построим ряд или конечную сумму цехатых. Алгоритм здесь настолько понятен, что я даже не буду подробно писать. Значит, ну, давайте схематично нарисую. Вот мы рассматриваем последовательность окатых. 1, 2 и так далее окаты. И идём по порядку. Проверяем знак очередного окатого. Ну, начинаем с А1. Если А1 больше либо равно 0, то называем его Б1. Пока у нас С1 ещё не определено. Идём дальше. Смотрим знак А2. Ну, например, получилось так, что А2 тоже больше равно 0. Тогда это будет Б2. Предположим теперь, что на каком-то шаге, например, А3 у нас получилось меньше 0. Тогда это будет С1. Ну, и так дальше. Мы проверяем каждый следующий. И вот формируем Б1, Б2 и так далее. С1, С2. Для любого натурального n будут существовать такие два числа n1 и n2, натуральные или могут быть нулями. Такие, что n равняется сумме n1 плюс n2. И сумма окатых от 1 до n равняется сумме b окатых от 1 до n1 плюс сумме c окатых от 1 до n2. То есть, первые n членов ряда окатых мы разбили в n1 членов b окатых, причём b окатые больше либо равно 0, и n2 членов c окатых, которые меньше 0. Это такие окаты, которые меньше 0. Вот, разбили их как-то. При этом, если посмотреть на сумму модулей окатых от 1 до n, то это будет сумма соответствующих b окатых от 1 до n1 плюс, здесь минус c окатые, потому что модуль c окатого равняется минус c окатому, а модуль b окатого равняется просто b окатому. Вот это всё следует непосредственно из нашего алгоритма построения этих двух рядов. Ряд окатых мы расщепляем в два ряда, b окатых и c окатых. Пока априори может так получиться, что какой-то из этих рядов b окат или c окат и выродится в конечную сумму. Но сейчас мы увидим, что этого быть не может, и покажем, что оба этих ряда расходятся и не могут быть конечными суммами. Это мы покажем методом исключения. Рассмотрим различные случаи. Первый случай. Предположим, что эти ряды сходятся, если эти два ряда сходятся, или один, или оба являются конечными суммами, то из формулы, давайте эти две формулы обозначим, соответственно, циферками 1 и 2, то из формулы 2 следует, что суммы модулей окатых будут ограничены, потому что ряды b окатых и c окатых, это ряды со знака постоянными членами, и если они сходятся, значит, сумма их ограничена, ну, это и для любых рядов, на самом деле. Если ряд сходятся, значит, сумма ограничена некоторой константы, независимой от n1 и n2, соответственно. Поэтому мы можем ограничить при любом n, вот эту сумму мы можем ограничить суммой соответствующих констант, значит, она ограничена, и, следовательно, мы пришли к противоречию с условной сходимостью ряда окатых. Исходно мы предполагаем, что исходный ряд сходится условно, то есть он сходится, но не сходится абсолютно. Вот. А если эти суммы были бы ограничены, то соответствующий ряд из модулей сходился, и тогда исходный ряд бы сходился абсолютно. Значит, такого случая быть не может. Рассмотрим другой случай. Если ряд бкатых сходится или является конечной суммой, а ряд скатых расходится. Давайте такой случай рассмотрим. Ну, это что означает? Это означает, что, опять же, используя знакопостоянства бкатых и цикатых, мы можем сказать, что сумма от единицы до и на один бкатых будет стремиться, будет ограничена. А вот сумма цикатых будет стремиться к минус бесконечности. при Н2 стремиться к бесконечности. Вот. Потому что цикаты все у нас меньше либо равны нуля. И если этот ряд расходится, значит, по свойству знакопостоянных рядов, его полная сумма будет равна просто минус бесконечности, а частичная сумма стремится к минус бесконечности. Теперь мы посмотрим на формулу 1 и видим, что если первые суммы здесь ограничены, а вторые стремятся к минус бесконечности, ну, то, во всяком случае, вот эта сумма окатых будет неограничена снизу. А это противоречит сходимости ряда окатых. Тогда из формулы 1 мы получаем, что сумма окатых от 1 до n неограничена снизу. и мы пришли к противоречию с сходимостью этого ряда окатых с условием тяри. Значит, второй случай тоже не может быть реализован. аналогично третий случай. Третий случай, когда ряд бокатых расходится, ряд цакатов сходится или конечная сумма, мы получаем аналогичными рассуждениями тоже противоречия. Значит, эти три случая 1, 3 невозможны. Следовательно, реализуются случай 4 что ряд бокатых это настоящий ряд и он расходится. И цакатых тоже расходится. Вот первый шаг мы уже с вами сделали. Мы расщепили исходный ряд окатых условно сходящихся на ряд из неотрицательных членов бокатых и ряд из отрицательных. И увидели, что оба они расходятся. Теперь мы будем склеивать из этих двух рядов новый ряд. И так, чтобы получить заданную сумму. Но при этом мы будем следить за тем, что каждый член ряда Б-катого и Ц-катого попал в новый ряд один раз. И тем самым получится, что каждый член исходного ряда окатых попадет в новый ряд один раз. А это означает, что новый ряд будет получен перестановкой слагаемых исходного ряда. Итак, второй шаг построения нового ряда ожитого с волны. Ну, давайте мы будем рассматривать случай пока когда мы хотим прийти к конечной сумме. Вот теорема Риммана говорит, что надлежащей перестановкой можно получить любую сумму х, причем х может быть и конечным и бесконечным. Ну, вот доказательство в случае конечного и бесконечного оно немного отличается, хотя первый шаг у них одинаковый, а вот дальше отличается. И будем сначала рассматривать конечный х, вот, ну, и бесконечный я попрошу вас самих потом обдумать, не буду подробно рассказывать, хотя там такие же идеи можно использовать, но немножко другое построение. Итак, рассмотрим случай конечного х, и на шаге 2 мы будем строить новый ряд. Начнем с построения первого члена. Если х больше либо равно нуля, то определим, нам потребуются такие же вспомогательные индексы, p от единицы равно единице, q от единицы равно нулю, и самое главное, а первое с волной у нас будет равно c первому. Почему c первому? c первое отрицательное, а, нет, виноват, b первое. Мы хотим приближаться к х, значит, х у нас не отрицательное в этом случае, и нам надо брать что-то близкое. мы можем брать b первое или c первое, но будем брать неотрицательный член, да, чтобы в итоге подогнать сумму под х. Это просто определение. Аналогично, если обратный случай х меньше нуля, то мы определим p от единицы равно нулю, q от единицы наоборот равно единице, и а первое с волной равно c первому. Отрицательное. Теперь пусть на шаге n уже построены n первых членов нового ряда a1 и так далее a n с волной. Обозначим через s n с волной текущую сумму частичную этих членов и будем строить следующий член нового ряда a n плюс первой с волной. В зависимости того, вот эта текущая сумма больше, x, к которому мы хотим, чтобы эта сумма стремилась, или меньше. Если s n с волной минус x больше либо равно нуля, больше нуля, здесь, да, чтобы соответствовало, это как раз, ну, давайте, чтобы здесь случаи были в том же порядке, тогда s n с волной минус x здесь будет меньше либо равно нуля, да, то определим p да, чуть-чуть я немножко не сказал еще, давайте это сотрим, одну важную, один важный момент пропустим, вот здесь. Значит, построены вот эти члены, которые, это мы, конечно, обозначим, которые состоят из p от n первых членов ряда b катах и q от n первых членов ряда c катах. Ну и, конечно, p от n плюс q от n равно n. Вот эти n членов мы как-то построили, исходя из некоторого набора p от n членов первых членов ряда b катах и оставшихся q от n членов ряда c катах. Так, чтобы все вместе они давали члены вот этого нового ряда a1 и так далее a n с волной. Ну вот, на первом шаге это выполнено предположение, да, на первом шаге в этом случае p от 1 как раз равно 1. Значит, у нас первый член нового ряда a1 с волной состоит только из первого члена ряда b катах и из нуля членов ряда c катах. А в этом случае наоборот. 0 членов ряда b катах и 1 член ряда c катах. Значит, на первом шаге это выполнено, поэтому мы можем теперь делать следующий шаг. Тогда определим cn мы уже определили и если в зависимости от того вот эта сумма sn минус x sn с волной минус x меньше либо нуля, то что нам надо делать? Значит, вот эта текущая сумма меньше либо равна, чем нужная сумма x. Тогда нам надо увеличивать нашу сумму. то есть мы должны взять следующий член нашего нового ряда a n плюс 1 с волной равной b с номером p от n плюс 1. То есть было у нас p от n уже в построенном наборе ожитых с волной было p от n членов b катах и мы берем следующий p от n плюс 1. Итак, a n плюс 1 с волной мы полагаем равным b с индексом p от n и плюс 1. При этом p от n плюс 1 равно p от n и плюс 1, а q не изменяется. q от n плюс 1 равно равно иначе то есть если s n с волной минус x больше 0, наша сумма превысила x, нам ее надо уменьшать. определим определим а n плюс 1 это будет следующий c после тех, которые уже мы собрали в эти а1 и так далее а n то есть c с номером q от n плюс 1 ну и p от n плюс 1 равняется p от n просто не увеличивается, а вот q число членов цикатах в новом наборе а1 с волной и так далее а n с волной увеличится на единицу то есть q от n плюс 1 будет равно q от n и плюс 1 значит тогда на n шаге на n плюс 1 шаге а1 с волной и так далее а n с волной будут состоять из p от n плюс 1 членов ряда b катах и q от n плюс 1 членов ряда цикатах значит процесс можно продолжить и строить дальше эти а каты с волной можно строить до бесконечности процесс можно продолжать бесконечно ну и вполне понятен уже становится алгоритм построения этого нового ряда мы хотим чтобы наша сумма с n стремилась к заданному икс и вот на каждом шаге мы считаем текущую сумму и смотрим если она больше икс значит надо уменьшать и мы тогда берем следующий из отрицательных членов то есть очередной цикатой а очередной это у нас с номером q от n плюс 1 а если сумма меньше чем икс то есть с n с волной минус x меньше или равно нуля то тогда надо эту сумму увеличивать и мы берем неотрицательный член следующий после тех которые мы уже взяли вот в эту в этот набор окатых с волной а этот следующий он имеет номер b с номером p от n плюс 1 вот теперь покажем что p от n стремится к плюс бесконечности и аналогично q от n тоже ну предположим противное тогда получится что p от n ограничено так как p от n нестрого возрастает у нас функция p от n является нестрого возрастающей функцией на множестве натуральных чисел но эта функция она является последовательностью конечно потому что она определена на множестве натуральных чисел вот она нестрого возрастает поэтому если бы она была неограниченной то предел бы ее по теореме верштрасса существовал бы и равен был супремум который равен был бы плюс бесконечности а мы предположили противное значит она должна быть ограничена кроме того поскольку p от n у нас всегда натуральная ну или может быть нулем при каких-то n получится что максимум или супремум по всем n p от n будет достигаться из того что p от n ограничена и принимает только целые значения следует что этот супремум достигается при некотором n0 и тогда для любого n большего n0 p от n будет равно p от n 0 дальше уже последовательность расти не может раз достигся уже максимум но она и является нестрого возрастающей значит она убывать тоже не может поэтому она остается постоянной равной p от n 0 но тогда мы будем это что означает что в новую сумму мы будем добавлять только члены ряда цикатов значит тогда для любого n большего n0 q от n будет каждый раз увеличиваться на единицу и если это равно q от n 0 плюс на сколько раз тут плюс n минус n то есть это некоторое это будет n минус некоторое n 1 n 1 равно вот этой разности q от n 0 минус n ну о чем это говорит это говорит о том что сумма сн с волной при n больше n0 сумма сн с волной мы можем так записать сумму позже от единицы до n0 ожитых с волной плюс сумма от n0 плюс 1 до n да вот и n0 мы как-то зафиксировали поэтому первая сумма это константа тут ожитое с волной те же самые стоят ну вот они чему будут равны мы теперь каждый раз этот набор ожитых с волной добавляем только отрицательные члены значит они соответственно у нас будут равны c с соответствующими индексами да это будет c с номером q q g q c с номером q g вот а q g равно вот по этой формуле c g t минус n1 минус какая-то константа вот то есть получилось что вот это s n с волной равняется константе плюс плюс сумма g от n0 плюс 1 до n c g t минус n1 сейчас секундочку вот это q от n равно n минус n1 вместо n я подставляю g и получаю и получаю ага да ну давайте тут поменяем проще вот здесь изменить знак значит n1 с другим знаком надо брать n1 равно минус минус q от n0 плюс n0 да ну в общем какой-то сдвиг неважно на самом деле какой на константу вот и это все выражение будет стремиться к минус бесконечности так как сумма цикатах если мы ее будем суммировать там до какого-то m стремится к минус бесконечности при m стремится к минус бесконечности тут не такая сумма а сдвинутая ну сдвинутая на константу поэтому тоже будет стремиться к минус бесконечности вот следовательно будет существовать n2 больше чем n0 такое такое n2 что вот эта текущая сумма станет меньше чем x раз она стремится к минус бесконечности значит в какой-то момент она станет меньше чем x тогда из нашего алгоритма который вот здесь написан алгоритма построения ажитых или а n плюс первых с волной мы получаем что следующий а n2 плюс 1 с волной будет равен ну будет принадлежать набору значит если сумма меньше мы увеличим набору бкатов в последовательности бкатов вот а это противоречит ну и следовательно p от n2 плюс 1 будет равно p от n2 и плюс 1 надо увеличить на единичку количество бкатов которые мы включили в новый ряд вот а это противоречит вот этому условию давайте его звездочкой или условиям 3 звездочке слишком для него громкое название условия 3 мы к нему получили противоречие противоречие условия 3 поэтому данное противоречие говорит о том что предположение об ограниченности p от n неверно и p от n стремится к плюс бесконечности ну давайте вот эту часть я коротко объясню еще раз идею тут формально все написано почему вот p от n стремится к плюс бесконечности потому что иначе получится что начиная с некоторого ноль в новый ряд мы будем включать только отрицательные члены то есть только цикаты вот эти да p от n уже расти не будет вот а если мы включаем только отрицательные а ряд из отрицательных цикатых он расходится мы в какой-то момент придем к тому что сумма у нас станет меньше х но тогда по нашему алгоритму мы должны ее увеличить и добавить в текущий ряд наш частичную сумму этого текущую частичную сумму нового ряда ожитого мы должны добавить член из бкатых из неотрицательных то есть p увеличится на этом шаге а это противоречит как раз нашему предположению и аналогично совершенно q от n тоже стремится к плюс бесконечности вот поэтому получается что любой член бкатого и цикатого войдет в новый ряд ожитый с волной вот наш алгоритм такой что ожитые с волной будут пробегать все бкаты и все цикаты не останется такого бкатого который мы пропустим ну почему так потому что мы это идем последовательно по всем бкатам да но а вдруг мы не дойдем до какого-то бкатого но это означает что соответствующая q от n будет ограничено что вот мы начиная с некоторого номера все время берем члены цикатых а про бкаты мы значит их не берем вот такого быть не может это мы показали значит любой член бкатого и цикатого войдет в ожитый с волной значит вот этот ряд вновь построенный является получается в результате перестановки получается перестановкой членов исходного ряда окатых и так мы построили новый ряд и убедились что значит у нас есть взаимоднозначное соответствие между членами исходного ряда и нового ряда то есть новый ряд получается перестановкой членов исходного ряда вот то что имеет место это взаимоднозначное соответствие это следует из алгоритма и вот из этих соотношений ну действительно любой окатый он войдет обязательно либо в бкаты или в цикаты в зависимости от того больше либо равен нуля он или меньше нуля так а дальше соответствующий бкат или цикат и он обязательно войдет причем один раз только в новый ряд ожитость волны поэтому возникает вот взаимоднозначное соответствие значит новый ряд получен перестановкой исходного теперь осталось доказать только то что сумма нового ряда равна за 1х шаг шаг 3 покажем что в результате этих построений мы получим то что надо и сумма нового ряда равна х давайте введем некоторые терминологию наглядную в принципе она не обязательно для формального доказательства но полезна для наглядности этого доказательства если Sn минус 1 с волной минус x было у нас меньше либо равно нуля у нас какие-то случаи когда Sn с волной минус x меньше либо равно нуля тогда мы хотим увеличивать и на следующем шаге ситуация поменялась Sn минус x больше нуля то будем говорить что текущая сумма сумма Sn как это лучше по-русски сказать перескочила вот перескочила через x вверх или перескочила вверх через x или произошел перескок перескок вверх 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 аналогично если Sn минус 1 с волной минус x было меньше нуля а следующее а следующее минус x стало больше либра на нуля то будем говорить что произошел перескок вниз когда произошел перескок что-то наоборот написал да тут не те знаки не раз я смотрю что не вниз а вверх значит если было больше а стало меньше либра равно вот вниз теперь правильно вот давайте сейчас я нарисую еще картиночку и расскажу сначала неформально идею доказательства того что сумма равна за 1 x а потом сделаем перерывчик и завершим формальное доказательство на картиночке нарисуем по горизонтальной оси номера а по вертикальной sn с волной здесь есть где-то уровень x к которому мы хотим чтобы sn с волной стремилось вот предположим на каком-то шаге у нас было sn с волной меньше x мы тогда в соответствии с алгоритмом должны увеличивать sn и в какой-то момент у нас произойдет перескок вот как раз здесь перескок вверх произошел в моем примере перескок вверх давайте будем считать сейчас в этом примере что он побольше произошел как только произошел перескок вверх то это значит что sn стало больше чем x с волной и мы хотим его уменьшать мы тогда добавляем текущую сумму уже отрицательные члены но за один шаг мы можем не перескочить сразу вниз если этот член оказался маленьким по сравнению с перескоком но поскольку ряд цикатах которые члены которого мы сейчас будем добавлять он расходится то рано или поздно произойдет перескок в обратную сторону и вот здесь он происходит на моем рисунке может и так побольше произойти вот это вот перескок вниз вот дальше мы будем наращивать сумму произойдет опять перескок вверх а потом опять вниз почему с n с волной будет стремиться к x потому что каждый раз перескок происходит на какую величину на величину одного слагаемого если вверх то это соответствующее значит давайте посмотрим если вот это был какой-то n0 то тот будет а а с волной n0 плюс 1 который равно а с волной n0 плюс 1 будет равно b p от n0 плюс 1 вот на эту величину это вот величина перескока вверх вот теперь если n0 у нас стремится к бесконечности то мы доказали что p от n0 тоже стремится к бесконечности а b bк это это ведь члены ряда окатова которые условно сходятся а раз ряд условно сходится или просто сходится его члены стремятся к нулю значит вот эти члены будут стремиться к нулю при n стремиться к бесконечности вот то есть перескок вверх будет по величине стремиться к нулю аналогичный перескок вниз тоже стремится к нулю вот эти все перескоки они становятся все меньше и меньше и следовательно sn с волной будет стремиться к x потому что между перескоками у нас как раз сумма будет отличаться от x меньше чем на величину этого отличия момент перескока вот здесь она сильно отличается дальше если перескока не происходило то она будет все меньше и меньше отличаться это видно из рисунка мы сейчас все это аккуратненько сделаем вот я готов ответить на вопросы сделаем перерыв да не очень понятно где ее использовать ну тут я надеюсь сами участники отвечают на вопрос друг друга не отвечают теорему Риммана в нашем курсе мы использовать не будем она нужна для понимания того что при перестановке слагаемых ряда сумма может измениться но иногда там в некоторых задачах физики рассматривают вот как раз условно сходящиеся ряды и с ними вот как вы видите надо быть очень аккуратными потому что даже при перестановке слагаемых сумма может поменяться вот поэтому ну тут когда их рассматривают даже и допустим физики там как-то используют в каких-то моделях то другие немножко сомневаются потому что это кажется не очень убедительно но если вы будете доказывать все математически строго то конечно с точки зрения математики это легко проверить все правильно или нет а вот применяется это там какой-то физической модели или нет это уже другой вопрос конечно так возможно я забыл квантеросуществование у Н2 ну может быть да я наверное уже стер все это Н2 сейчас трудно мне сказать забыл ну раз говорите забыл значит забыл для чего важна условная сходимость ряда ну я это вот объяснял почему в теореме Риммана важна именно условная сходимость исходного ряда во-первых это важно для того чтобы ряды БКТах которые из неотрицательных членов и ЦКТах из отрицательных из отрицательных членов они оба расходятся вот на этом все основано и чтобы доказать что оба эти ряда расходятся важна именно условная сходимость исходного ряда без этого просто неверно вот а потом из этих БКТах и ЦКТах мы строим новый ряд на прошлой лекции была доказана теорема по которой сумма абсолютно сходящегося ряда не зависит от перестановки членов ряда а вот это как раз Максим Павловский ответил на вопрос Трофимова молодец спасибо все кажется на вопрос я ответил еще осталось от перерыва у нас пару минут итак продолжим и завершим доказательства теоремы Риммана нам осталось доказать что построенный новый ряд имеет нужную сумму х для этого мы покажем а давайте сначала мы определим определим n0 большое так чтобы p от n0 было больше нуля и q от n0 было больше нуля то есть среди а1 с волной и так далее а1 с волной имеются члены bкаты и cкаты и те и другие уже имеются то есть до шага n0 произошел перескок уже тот самый перескок докажем следующее вспомогательное неравенство из которого все следует что для любого n больше n0 модуль с n с волной минус x не превосходит максимума из b с номером p от n и минус c с номером q от n это неравенство назовем циферкой 4 я его хочу доказать фиксируем любое давайте n1 его назовем больше n0 и для определенности будем доказывать наше неравенство 4 при n малом равном n1 большом и для определенности будем считать что s n1 с волной минус x больше либо равно нуля другой случай аналогично будет рассматриваться когда эта разность меньше нуля будет аналогично рассматриваться давайте еще раз нарисуем этот рисунок номер n здесь откладываем здесь sn с волной вот у нас уровень x относительно которого мы смотрим как sn больше sn с волной больше чем x или меньше и в зависимости от этого определяем очередной элемент нашего нового ряда ожитость с волной вот в данном случае n1 у нас таково что sn1 больше чем x теперь найдем максимальное n2 но меньше либо равное n1 такое что на шаге n2 произошел перескок произошел тот самый перескок при этом так как sn2 минус x больше равна нуля то этот последний перед n2 перескок должен быть вверх должен быть вверх направлен вверх может так случиться что этот перескок как раз и произошел на шаге n1 вот до этого например sn с волной было меньше чем x а может случиться так что он произошел раньше ну давайте я вот этот случай нарисую значит это вот как раз n2 и тут вот произошел тот самый перескок вверх на шаге n2 минус 1 snt было меньше чем x а на шаге n2 больше давайте это я запишу значит это означает что sn2 минус 1 с волной минус x меньше нуля а sn2 с волной минус x больше либо равно нуля уже да вот и так далее и до sn1 с волной минус x тоже больше либо нуля вот тогда сейчас покажем что оцениваемая нами разность меньше чем соответствующая разность в момент перескока в нашем случае мы оцениваем sn1 с волной минус x по модулю модуль мы раскрываем в силу предположения о том что это выражение под модулем больше либо на нуля теперь эта величина меньше чем sn2 с волной минус x так как sn2 с волной получается из sn1 точнее с волной из sn2 добавлением членов членов с сакатах каких-то которые меньше либо равны нуля мы от шага n2 к шагу n1 только уменьшали эту сумму потому что она была больше x а значит по нашему алгоритму мы должны ее уменьшать добавляя каждый раз только цакаты которые меньше нуля хорошо теперь следующее важное неравенство вот эта разность меньше либо равна чем sn2 минус sn2 минус 1 почему так как sn2 минус 1 меньше либо равно чем x именно по определению перескока значит в предыдущий момент эта сумма была меньше чем x даже строго раз строго неравенство не строго тем более выполнено а вот эта разность она равна соответствующему b с номером p от n2 b с номером p от n2 по построению по алгоритму построения но эта же величина есть p от n1 так как p от n1 равняется p от n2 потому что от шага вот после перескока если дальше перескоков не было а перескок произошел вверх значит мы добавляем только сейчас секундочку да мы добавляем отрицательные члены цикаты число положительных не увеличивается а это как раз и есть число неотрицательных членов bкатах которые мы туда добавили мы ничего нового не добавляем значит это число остается точно таким же и мы пришли неравенству что s n2 минус x по модулю не превосходит b с номером сейчас секундочку тут n1 было у меня p с номером n1 аналогично в случае когда знак у нас другой при s n1 минус x меньше нуля получится что вот эта разность по модулю не превосходит минус c с соответствующим номером q n1 значит справедливо формула 4 вот а из формулы 4 мы получаем сразу то что нужно используя то что p от n и q от n у нас стремятся к бесконечности вот и bкаты и cкаты стремятся к нулю при к стремятся к бесконечности так как ряд окатах сходится хоть и условно но он сходится значит его члены стремятся к нулю ну и отсюда мы получаем что модуль s s s n с волной минус x стремится к нулю что и требовалось доказать случай когда x бесконечно рассмотрите сами кто хочет но это не обязательно значит эта часть доказательства не будет считаться обязательно на экзамен но полезно конечно рассмотреть тем более в книжке написано в случае когда x равно плюс-минус бесконечности рассмотрите самостоятельно может быть вы даже придумайте какой-то другой метод построения он в книжке написан какой-то он не единственный возможный конечно построение этого ряда чтобы его сумма была бесконечной значит из условно сходящегося ряда путем перестановок членов можно получить расходящийся ряд при желании а мы с вами аккуратно доказали что можно получить сходящийся к любому наперед за 1 число если есть вопросы по теореме Риммана то можно спросить мы используем сходимость последовательности Б-катых Б-катые стремятся к нулю почему потому что у нас есть необходимо условие сходимости ряда по условию теоремы Риммана ряд акатых сходится условно значит по необходимому условию сходимости этого ряда его члены стремятся к нулю следить Б-катые цикаты тоже стремятся к нулю. И из формулы 4, вот этой, из формулы 4, которую я стер, что вот эта разность не превосходит максимума из соответствующих bкатых и цикатых, получается, что модуль этой разности стремится к нулю, а это означает, что СНС волны стремятся к х, то есть новый наш ряд сходится к х. Хорошо. Дальше. Мы займемся теоремой о перемножении рядов. Теорема 3. Мы уже поняли, что с условно сходящимися рядами надо быть очень аккуратными, от них можно всего ожидать. Будем в этой теореме рассматривать абсолютно сходящиеся ряды. Пусть ряды акатых и бкатых сходятся абсолютно. и пусть последовательность пар натуральных чисел пары такие мжитые, нжитые. Мы рассматриваем последовательность таких пар, когда жи пробегают от единицы до бесконечности. Пусть последовательность пар натуральных чисел задает взаимно однозначное отображение из множества натуральных чисел в множество n в квадрате. n в квадрате это есть Декарта произведения n на n, то есть множество пар двух натуральных чисел. легко видеть, что n в квадрате это счетное множество. И можно построить, легко построить последовательность пар натуральных чисел, которые будут пробегать всевозможные пары натуральных чисел. Более того, мы сейчас и будем строить такие последовательности пар в этом видимся. Но в теореме она задана. Пусть задана последовательность, которая задает взаимооднозначное отображение из множества натуральных чисел во множество пар. индекс G у нас пробегает множество натуральных чисел, тогда пары mG, T, NG, ты будешь пробегать множество всех пар натуральных чисел. Пусть такая есть. Тогда ряд из произведений AMG умножить на BNG по всем G сходится абсолютно. И что самое важное, его сумма этого ряда равняется произведению суммы рядов окатах окатах на B-катах. Вот такая теорема. Давайте для понимания скажу сначала замечание, а потом доказательство. Эта теорема обобщает известную формулу, что если вы перемножите АКТ, ну, АМТ, допустим, да, М от единицы до М большого умножить на BНТ до М большого, то это будет сумма АМ произведения вот этих, да, если мы раскроем скобки здесь, по всем парам все пары чисел М пробегающих от единицы до М большого и М от единицы до М большого. Эта формула мгновенно следует из аксиом действительных чисел и свойств дистрибутивности. Ну, и здесь на самом деле используется и коммутативность, то есть независимость от суммы, потому что тут не сказано в каком порядке мы должны просуммировать по всем парам, а в каком порядке не сказано. если это конечная сумма, как здесь, то, конечно, не важно, от порядка слагаемых сумма не зависит. А вот для рядов это тоже будет не важно, если ряды входят с абсолютным. Теперь докажем данную теорию. Обозначим через МН, М большое Н, максимум индексов МЖ, ТЖ пробегает от единицы до Н. Давайте лучше, чтобы индексы у нас были более удобны. Тут Ж большое вместо Н я использую, да, большое Ж. Так, и НЖ, Н с индексом Ж большое по определению, по определению это максимум соответствующих НЖ, когда Ж меняется от единицы до Ж большого. Ввели такие обозначения. Тогда для любого Н натурального или для любого Ж большого натурального, если мы просуммируем по Ж малому от единицы до Ж большого АМЖТ БНЖТ по модулю, то это заведомо не превосходит двойной суммы по М от единицы до МЖ большого модулей АМ АМ-ных давайте так напишем, двойная сумма, тогда скобка здесь не нужна, НЖ, тех же самых модулей АМ на БН, потому что так как каждая слагаемая левой суммы содержится не более одного раза в правой сумме и все эти слагаемые неотрицательны. В правой сумме может быть больше слагаемых, чем левой, поэтому правой суммы может быть больше. Каждая пара МЖ НЖ это есть некоторая пара МН, где М от единицы до М большого житого и Н тоже от единицы до Н большого житого. Причем в силу взаимоднозначности отображения заданного последовательностью МЖ НЖ каждая слагаемая левой сумма будет не более одного раза содержаться вправо. Теперь мы пользуемся для конечных сумм свойствами дистрибутивности и получаем здесь произведение АМ от единицы до М житого умножить на произведение модулей БН от единицы до Н житого большого. И это не превосходит полность суммы АМ от единицы до бесконечности умножить на полную сумму БН от единицы до бесконечности. Что и есть некоторая константа, которая конечна. поскольку по условию ряды Аката и Бката сходятся абсолютно. Отсюда следует, что сумма модулей АМ Ж на БН от единицы от единицы до Ж большого ограничена, значит, ряд из модулей сходится. То есть, ряд без модулей, можно так написать, без модулей сходятся абсолютно. Первую часть, первое утверждение этой теоремы мы доказали. Давайте здесь циферку 1 поставим. Это вот первая, наиболее простая часть. Доказательство. Вторая часть тоже простая. Осталось нам доказать, что справедливо вот это вот равенство. Давайте введем обозначение. Обозначим S, это у нас будет сумма полная, уже от единицы до бесконечности, АМЖ на БНЖ. Ну, соответственно, через S, N большое обозначим частичную сумму того же самого. БНЖ. Дальше А по определению, это мы просто обозначение вводим, по определению это будет полная сумма АКАТАХ, А с индексом N частичная сумма АКАТАХ, B соответственно для БКАТАХ, полная сумма и БН частичная сумма этих БКАТАХ. Что нам требуется доказать? Что S равняется произведению А на Б. при этом мы знаем, что известно, что S N стремится к S, АН стремится к А и БН стремится к Б. Это мы уже знаем. Вот. И осталось нам доказать вот это равенство. ряд АМЖ умножить на БНЖ почему будет сходиться? Будет он сходиться? Я вот уже написал, что это нам известно. Может, нам это неизвестно? Погромче. Мы доказали на первом шаге, что этот ряд сходится абсолютно. А если он сходится абсолютно, то он сходится. Поэтому его сумма существует. Осталось доказать, что эта сумма равна произведению суммы рядов Акатова и БК. Теперь у нас последовательность МЖТ и НЖТ может быть устроена как угодно, только известно, что она определяет взаимнооднозначное отображение из множества натуральных чисел во множество пар натуральных чисел. То есть пробегаются все пары здесь МН, причем по одному разу все пары пробегаются. Но вот она может неудобно быть устроена нам для доказательства, поэтому мы воспользуемся тем, что при перестановке слагаемых здесь сумма не меняется. и рассмотрим специальным образом рассмотрим специальную последовательность МЖТ с волной и НЖТ с волной задающую взаимно даже не рассмотрим, а мы построим на самом деле задающую взаимно однозначное отображение Н в Н в квадрате во множество этих пар. И докажем нужное равенство сначала для специальной последовательности, а потом скажем, что если мы перейдем от специальной последовательности пар МЖ со звездочкой к произвольной, это означает, что мы просто поменяли порядок слагаемых, а при этом в силу теории М1 сумма не изменится. Поэтому если мы докажем для специальной последовательности, то и для произвольной тоже. Как мы будем строить специальную последовательность? эту последовательность построим методом квадратов. Квадратов в кавычках, да, можно назвать это название. То есть так, что если G пробегает набор от единицы до n в квадрате, где n натуральное число, любое натуральное число, то эти пары m, житые со звездочкой, n, житые со звездочкой пробегают все пары чисел m от единицы до n большого и n малое от единицы до n большого. Вот такая моя цель построить эту последовательность. Я сейчас покажу, что это легко делается. Это, конечно, очередной алгоритм такой. Его проще всего объяснять графически с помощью таблички. m, житые и n, житые это пара натуральных чисел. Значит, m у нас натуральное число, то есть число 1, 2, 3, 4 и так далее. Могут пробегать m, житые со звездочкой, может иметь значение 1, 2, 3 и так далее. Любое натуральное. Точно так же n, житые. И вот теперь каждая клеточка этой таблицы, она соответствует конкретной паре m, житые и n, житые. И мне нужно теперь занумеровать все эти клеточки, все эти пары натуральных чисел, так, чтобы эта нумерация была взаимно однозначным отображением, то есть каждому натуральному жи соответствовала единственная пара, единственная клеточка здесь, и все клеточки я бы занумеровал. Причем я хочу делать так, чтобы когда ж пробегает 11 до n в квадрате, я пройду все клеточки квадрата n на n. Понятно, как это делать? Первый квадрат один на один размером, он состоит из одной клетки, поэтому ее я нумерую индексом жи равно единице. Дальше я должен вот эти три клетки пронумеровать, в общем, как угодно, в каком порядке, но ясно, что второй, третий, четвертый номера должны соответствовать вот этим клеткам. Ну, давайте, например, я буду действовать вот так всегда в этом направлении для определенности жи 4. Вот, то есть я вот двигаюсь вот так. И дальше я буду все время двигаться вот так. То есть здесь будет жи равно 5, здесь жи равно 6, жи равно 7, 8, 9, 10 и так далее. И так я пробегу, пронумерую всю вот эту бесконечную табличку. и таким образом я установлю взаимно однозначную соответствие между множеством натуральных чисел и его квадратом. Это картовое произведение множества натуральных чисел на себя, то есть множеством пар натуральных чисел. Значит, вот алгоритм описан в таблице. алгоритм построения этой последовательности специальной описан в таблице. ну и тогда получается, что если у меня есть сумма А М житая со звездочкой БМ житая со звездочкой, да, и я буду последовательно выписывать члены этого ряда, то это у меня будет А1 Б1 следующий какой при Ж равном двойке. Значит, здесь Ж равно единице. При Ж равном двойке, я смотрю на табличку, Э, М должно быть равно двойке, а М равно единице. Значит, это будет А2 Б1. Следующая А2 Б2, следующая А1 Б2. И вот таким образом пройдены все пары, у которых первый индекс пробегает набор 1 2 и второй индекс 1 2. То есть квадратик 2 на 2 из 4 клеточки я прошел. Ну, дальше можно тут скобочку поставить. Следующая серия серия это А3 А3 АМЖ, да, МЖ тройка, АМЖ единица. Дальше А3 Б2, А3 Б3, дальше что будет? А2 Б3, А1 Б3 и так далее. Вот таким образом строится эта последовательность специальная МЖТ со звездой и НЖТ со звездой. Теперь, если мы сравним с исходной последовательностью, то что мы можем сказать? Что вот у нас была последовательность исходная МЖТ МЖТ, которая определяла взаимноднозначное соответствие отображения в множество пар натуральных чисел. Теперь мы построили последовательность другую, вообще говоря, которая тоже определяет взаимноднозначное отображение из множества натуральных чисел множество пар. И тогда получается, что поскольку оба этих отображения взаимно однозначны, то если мы возьмем сначала это отображение, а потом обратное к отображению МЖТС звездой, НЖТС звездой, мы получим вот это отображение, которое будет взаимно однозначным, как суперпозиция двух взаимно однозначных отображений. Отсюда следует, что ряд АМЖТС звездой, БНЖТС звездой получен перестановкой слагаемых ряда исходного. Давайте тут обозначим другой индекс, возьмем АМИТ, БНИТ, где И пробегает тоже от единицы до бесконечности. То есть, вот тут у нас был Ж из Н, а тут И из Н. И этому индексу И последовательность МИТ, НИТ ставит в соответствие некоторую пару МН из Н в квадрате. И индексу Ж тоже уже другая последовательность МЖТС звездой, НЖТС звездой ставит в соответствие пару МН. Но эти соответствия, они взаимно однозначны, поэтому мы получили взаимно однозначное соответствие между индексами И и Ж. Значит, эти два ряда получены друг из друга перестановкой слагаемых. Сумму этого ряда мы обозначили через С. По теореме 1, при перестановке слагаемых сумма не меняется. Вот эта сумма нового ряда совпадает с суммой ряда, соответствующего старой последовательности пар МЖТС, НЖТС. А зачем нам нужна новая? Потому что эту сумму мы сейчас легко посчитаем. Возьмем частичную сумму этого ряда, ну давайте С со звездочкой, Н в квадрате. По определению это будет сумма от единицы до Н в квадрате, АМЖТС звездочкой, БМЖТС звездочкой. По построению это есть сумма по М от единицы до Н, сумма по Н от единицы до Н, АМ на БН. Потому что вот эти, когда Ж пробегает от единицы до Н в квадрате, вот эти пары МЖТС звездочкой, НЖТС звездочкой пробегают до картового произведения наборов 1 на Н на 1 на Н. Если Ж пробегает набор от единицы до Н в квадрате, это мы так строили нашу последовательность. Поэтому здесь сразу видим, что эта сумма равняется сумме произведения двух сумм АМ на БН, то есть АН большой на БМ большого, которая стремится к А на Б при Н стремится к бесконечности. Потому что ряды Акатых и Бкатых сходятся, даже абсолютно, и АН на БН, это их частичные суммы, стремятся к полным суммам. Что мы видим? Что СН в квадрате со звездочкой, да, это подпоследовательность частичных сумм ряда АМЖТС звездочкой БНЖТС звездочкой. Причем эта последовательность, мы уже знаем, что она сходится, сходящейся. Значит, предел этой последовательности, предел последовательности будет равен пределу подпоследовательности. То есть получается, что С равняется произведению А на Б. Что и требует доказать. Итак, мы доказали, что если ряды сходятся абсолютно, то их можно перемножать тем же методом, как мы перемножаем конечные суммы. И этот факт мы будем использовать для получения ряда Тейлора для комплексных экспонентов, что является очень важным фактом разложения в ряды Тейлора элементарных функций. Это очень такой серьезный инструмент. Вы уже должны догадываться об этом, потому что на первом семестре вы использовали кусок ряда Тейлора, который назывался формула Тейлора. В конце этого семестра мы будем говорить уже о рядах Тейлора и доказывать, что уже не при х стремиться к нулю, а при любом х, ну, из какого-то соответствующего множества, элементарная функция равна сумме своего ряда Тейлора. То есть сможем функции раскладывать в ряды. И это очень полезный инструмент. На этом мы сегодня лекцию закончили, а в следующий раз займемся мерой Лебега, а потом через какое-то время и интегралом Лебега. Это следующая тема, которая у нас будет. Есть вопрос. Если первый ряд сходится абсолютно, а другой условно, произведение не будет же абсолютно сходиться? Значит, что вы называете произведением? Давайте посмотрим. Значит, ряд Аката сходится абсолютно, ряд Бката сходится условно. Теперь, по аналогии с тем, что было, пусть М житая, Н житая, это множество пар, которые взаимооднозначно переводят Н в Н в квадрате. И вопрос, если я правильно его понял, стоит в том, что будет ли вот такой ряд Ам житая на Бн житая сходится абсолютно? Ну, вроде бы нет. Вообще вопрос нетривиальный, конечно. Сейчас вряд ли мы его быстро решим. А если два ряда... А, второй вопрос. А если оба сходятся условно, то давайте, кто хочет, подумайте над этим вопросом. Значит, это автор вопроса Кирилл Данилов. И кто решит, вот могут присылать Кириллу и мне решение. Но давайте это не является официальной задачкой такой, что засчитывать буду очки какие-то. Хотя, может, не знаю. Надо еще продумать, а то вдруг окажется, что она слишком сложная и заставлять вас... Значит, это задачка Кирилла. Я не гарантирую, что она легко решается, но интересно.